Всем привет дорогие друзья, с вами Фиостун и мы продолжаем играть в стимпанк тауэр, чуть не сказал пауэр, стимпанк тауэр. Итак, ребятки, что у нас здесь творится вообще? На чем мы здесь остановились? Пишемебельный район, жилой район для ученых, инженеров и докторов, хорошие условия жизни, но и высокие налоги. 200 самов стоит, как думаете? Устроим им такое веселье? Нам надо, кстати, вот так, давайте сначала пушечки что-нибудь может улучшим перед миссиями, в которых мы будем участвовать. Мы можем вообще что-нибудь улучшить. Вот тебя, например. Так, а можно что-нибудь поменьше? Нет, ну вот это поменьше, вот это давайте. Плюс 10 снарядов, плюс 30 к дистанции огня. Плюс 10 снарядов. Ну, плюс 10, по-моему, круче. Звучит, когда из... Ну, понимаете, когда было 15, стало 25, это звучит как более значительная прибавка, чем когда к 830 прибавляем 30. Поэтому я возьму снаряды. Слушайте, а мне кажется, что я уже это делал. А, я, наверное, вот эту пушку улучшал, а теперь мы еще одну улучшили. Ну и, наверное, улучшим одну осу, хотя, мне кажется, скоро мы их, наверное, заменим на что-нибудь еще. А, нам не хватит. Ну, тогда не будем тратиться. Так, ладно, здесь денюжки просим. Развиваем какой-нибудь район. Здесь, чтобы улучшить, надо 150. Нам буквально чуть-чуть не хватает. И вот здесь тоже 150. Так, ну что ж, давайте отправимся на карту. И для начала отправим куда-нибудь нашего парня, чтобы он там добывал самоцветы. Выберите, кого отправить. Тебя, конечно. Виктор, следуй. У нас, кроме Виктора, никого нету. Силы культа атакуют через 57 секунд. А вот здесь, я помню, тоже писали, что атакуют. И они уже атаковали и забрали нашу территорию. Ну, я не знаю. Давайте мы пока что туда не пойдем. Я хочу вот сюда отправиться. Здесь вроде как основная миссия. Руководство операции по захвату. Давайте. А, это мы можем сюда Виктора отправить. Так, а что вообще тогда делать-то? Здесь в основном пехота. Здесь. Здесь тоже много пехоты. Ну, давайте просто куда-нибудь отберем наши территории. Давайте вот сюда отправимся. Нам бы, кстати, еще одну пушку. Вот здесь, на шестой слот. Ничего брать не будем. Я думаю, мы и так справимся. Не будем зазря тратить деньги. Как хорошо вошло, да? Так, я думаю, тяжелые пушки по центру оставим. С каждой стороны по одной. Давайте уже. Волна, начинайте. Сразу ускоримся. Мне кажется, что здесь будет просто вот в этой миссии. Потому что это такая как... Не миссия даже, а ну... Просто как задание, я так понимаю, по отвоевыванию своих территорий, которые то и дело враги захватывают. Ай, кстати, любую свободную минутку надо пушки перезаряжать. Вот что я еще узнал. Типа это. Между волнами тоже можно там поперезаряжать, типа, орудия. Чтобы быть готовым ко всему. Поехали. Новая волна. Что, тут все с одной стороны идут, что ли? Нет, вот пошли. Давайте, я думаю, раз здесь все наземные, отправим сюда пехоту, а сюда вот побольше таких, обычных. С пехотой у нас две тяжелых пушки справятся отлично. Эй, что-то не справляются. Нас поджимают уже. Ну, давайте это, бодобум устроим. О, кстати, знаете, что? Вот так гораздо лучше. А это, кстати, последняя волна. Можно еще вниз, кстати, вот так вот, а там сразу, я не знаю, по четыре пушки перезаряжать. Аж, победа! Пебеда! Что в итоге? Три коробки, а в коробках... А в коробках даже как-то хлопы, все, и даже не показали, что там. Кстати, что это за лупа? Не знаю, что это за лупа. Так, а что тогда? А, это типа масштаб. Кажется, я могу вот так отдалять. Нет. Один к одному, я думал, сейчас поменяется что-нибудь. Не знаю, что это такое. Вот, помните, сюда нападали? Все, уже захватили. Причем, вот эта территория, мы же тут бились. И мы можем биться снова. Я думал, она сейчас, эта территория, станет типа нашей. Так, давайте я вернусь на базу. Починим здесь. Что еще сделаем? Денюжки соберем. Вот, я на самом деле Виктора ждал. Виктор, молодец, что приехал. У нас есть для тебя, наверное, новое задание. Мы его сейчас, я думаю, вот сюда далеко отправим. Или, может, недалеко отправить? Может, сначала, смотрите, что здесь. Одна минута ему туда-обратно даст гонять. А награда будет 107 плюс 32, я так понимаю, да? А если он сюда отправится далеко? Но здесь побольше. Но ему полторы минуты гонять. Нет, ну давайте сначала рядышком его отправим. А потом уже отправим подальше. Я думаю, сейчас я могу выбирать только из Виктора. Но потом, наверное, позже у нас появятся новые специалисты. И мы больше сможем зарабатывать самоцветов. Новое задание. Открыть Северную Испанию. Провести атаку на культ. Северная Испания. Так, может, нам вот эти башенки надо... Вот здесь, да, наверное, надо нам атаковать. Требования. Вот, две тяжелых пушки. Да, вот это они хотели от меня. Давайте сюда отправимся. Это, по-моему, вот как бы уже по миссии задание. Аврора, давай, скидывай. Как хорошо, все-таки эта башня в землю входит, да? Шесть волн нас тут ждет, ребята. А-а-а! А-а-а! Я думаю, перезарядимся пока что. Не будем ускорять волну. Потому что, смотрите, что у нас тут творится. Ну, а пока нормально. Даже это, без использования суперспособности справляемся. Я вот это голубое свечение, то есть суперспособность пушек, берегу на такой случай, если прижмет. Прям, если будет сложно. Пока что не сложно. Это еще только пятый из шести волн. Ну, что тут начинают поджимать? Давайте разочек шандарахнем. Можно здесь тоже устроить такой. Хотя, можно было и на шестую волну поэкономить, да? Похоже, сейчас все будут с одной стороны идти. Так, погодите, дайте-ка я замедлюсь. И подумаю над своим поведением. Подумаю, как мне жить дальше. Тяжелых пушек у нас нету. Вот все способности истратили. Вот что плохо. Я думаю, я пока что даже сделаю вот так. Я сейчас использую все суперспособности. А потом уже достану, выкачу сюда тяжелые пушки. Все, отстреляли, да, свой боезапас? Теперь идите домой. А тяжелые начинают атаковать. Так, нам нужен... Кстати, пошел пар. Вот, отлично. И давайте еще одну. Хотя, наверное, надо было по этим, по дальним бить. Победа, ребятки. Уносите. Забирайте это отсюда. Мне это тут больше не надо. Нажмите для продолжения. Так, всего лишь один сундучок. Серебряный. 46 монеток. Не густо. Не густо. Эта зона охватывает Северную Испанию. Замечены вражеские группы. А, вот видите, разведать за полторы. Полторы недорого, в принципе, как мне кажется. А здесь что? А здесь вот нужен уже четвертый уровень. Так. Провести атаку на культ. Можно я вот сюда атаку произведу? А, кстати, наш там этот товарищ. Который нам приносит самоцветы. Давай их сюда. Давайте сразу что-нибудь на базе улучшим. Мне кажется, самое лучшее это вот улучшать постройки. Потому что они там больше приносят денег. А потом уже, ну, как бы за счет этого быстрее как-то, наверное, развиваться. И давайте отправимся вот сюда. Мне, знаете, что нужно? Мне нужна еще одна пушка. Хочу, чтобы сразу с каждой стороны было по три пушки. Можем мы себе здесь что-нибудь прикупить, позволить. А чего тут за вкладки? Купить новую пушку. Вот есть только такая и такая, да? Я бы хотел, знаете, я бы хотел, чтобы какая-то уже новая появилась. И вот именно ее купить. Но у меня даже на эти, ну, только на самую простую хватает сейчас самоцветов. Так что подождем. Я даже щелкнул уже, чтобы пропустить. Зачем нам смотреть каждый раз на одно и то же? Как они летят и скидывают, мы уже знаем, что нам там покажут. Пять волн здесь нас ждет, ребятки. Смотрите, что тут творится вообще. Опа, и все сразу покатились. Что тут тяжелая техника прет? Что, справляетесь пока что-то? Все окей, да, ребята? Вам не нужна моя помощь? Вроде не нужна. Сейчас пока перезарядим. Не ускоряю волну, то есть я могу тут ускориться, но... Я лучше это время потрачу, чтобы перезарядиться. Так, погодите. Что-то они какие-то живучие, да? Против них хорошо. Так, вот кто сейчас? Первая слева, да, приезжает. Сейчас слева с двух пушек убьем ее. И теперь справа две пушки. Я думаю, как-то так. Так, давайте на перезарядку. Что у нас? Пятая последняя волна идет, ребятки. Надо как следует сейчас к ней подготовиться. Что, вы будете бить тут или что? Я не знаю. Что-то как-то плохо все выходит. Давай ты. А слева я не знаю, что сейчас делать будем. Будем вот как есть. А можно было там пушки поменять. Ну ладно, все равно у нас, ребят, победа. Улетаем. Улетучиваемся отсюда. Ну, смотри, сколько добра насыпало. Да еще и сто самоцветов. По-моему, неплохо. Вы как считаете? Ну, я думаю, нормально. Задание сигнал-сос завершено. Новый уровень четвертый. Доступны новые здания. Склад и центральный район. Это мы сейчас этим займемся. Признаюсь, я потрясена. Ваша боевая башня. Чудо технологии. Вот просто чудо. Но я должна вас предупредить. Наша разведка считает, как только мы начнем эвакуацию, культ бросит на нас все свои силы в этом регионе. Вы должны быть хорошо подготовлены. Короче, нам тяжко, да, ребят? У нас не лучшие времена, окажется. Я думал, мы сейчас культ тут бьем. А на самом-то деле, смотрите, культ на нас наседает со всех сторон. Он отхватывает у нас территорию. И мы, походу, вынуждены сейчас бежать, эвакуироваться. Не будь параноиком. Неподалеку есть завод, захваченный культом. Он производит особые детали. Если мы захватим этот завод, я смогу усовершенствовать наши пулеметы. Этого вполне хватит. Я согласен. Настало время усовершенствовать пулеметы. Командор, в первую очередь, вам необходимо захватить завод и отправить детали на нашу базу. Заводик, да, а потом усовершенствование. Наталья, что скажешь? Чтобы производить уникальные детали, нужно контролировать производственные заводы. Я не могу с этим поспорить, поэтому пойдем и поставим это дело, так сказать, на личный контроль. Тут, кстати, есть какой-то автобой. На меня все подмывает. Перед началом этой миссии все-таки... Так, во-первых, Виктор, Витя-то где? Витя должен нам тут самоцвета подвести. Можем еще что-нибудь поставить на улучшение, но я хочу, я все-таки хочу... купить новую вышку. Ну, неужто нету какой-нибудь другой, вот... Вот там гром, ворон, вот что хочу. Гром и молния. А мне все предлагают. Ассуда, секиру. Ну, давайте я еще одну поставлю секиру. Наверное, ее сразу чуть-чуть улучшим. Незначительно. Хотя дистанция тоже хорошо, вот, а то они так недалеко бьют, да? Ну, мне кажется, что снаряды... Ну, может быть, мне только кажется, что это перспективнее. Мне кажется, или Виктор все еще не приехал с миссии. Ну, ладно, это не важно. А может... Может, он уже приехал, мы забрали, и надо отправить его. Ну-ка, иди, добудь нам денег. Да, он... Смотри, там причем неплохо, дают две соточки. И теперь давайте сюда. Зато теперь мы можем взять еще плюс одну пушку тяжелую, и вот это, я думаю, уже смотрится гораздо лучше. Хотя я не посмотрел, какие там враги. Может быть, мне туда... Ну, как бы... Ну, ладно, мы просто взяли, что есть. Давайте вот здесь тоже все. Один заряд для артиллерии, да, купим. Здесь что, вот это, купим, все купим. Мне кажется, миссия должна быть сложнее, чем обычно. Тыдыщ! Сирена у нас воет. Уиу-уиу, ребята. Мир в опасности. Люди в опасности. Я должен спасти людей, ребята. Так, дайте в дорогу молодежи. Мне кажется, вот это... Вот эти пушки должны наверху быть. А вот это внизу. Тяж. Может быть, я не прав. Как раз сейчас хорошо, что тяж... Тяжелые пушки в основе своей справа, потому что именно справа бронетехника какая-то у врага прет тяжелая, можно даже вообще вот так сделать. Хотя есть проблемы. У нас... Фёстон у нас проблемы. Хьюстон, блин. Вот эта пушка по вертолетам не бьет. Но вот теперь можно. Видите, у нас башня трещит по шлам. Башня-то трещит по шлам, да? И у него дыры появляются. Вот она, наверное, да, наше хп. Слева мы простыми осами справимся. А справа я вообще вертолетов не вижу, поэтому там будут бить простые пушки. По-моему, сейчас вообще всё идеально. Давайте. А ну-ка, мальчики, мальчики, девочки, девочки. Ну, я имею в виду, что... Сейчас сначала правая сторона перезаряжается, потом левая. Пока что даже это... Не использую суперспособность. Хотя мог бы. Но я думаю, всё оставлю сейчас на самую третью, на самую сложную волну. Всё, я, в принципе, перезаряжен. Можете приезжать. Я готов. Так, сейчас... Справа пошли вертолёты. Давайте так тогда. Ну, слева тоже вертели. Вертелькоптеры. Эй-эй-эй, не, погодите, погодите. Так, можно ещё замедлить? Короче, вот так как-нибудь. Вот так как-нибудь. Ну и, кажется, всё. Вообще, ничего сложного. Бабах! А, там ещё маленько идут враги. Я думал, это уже конец. Если там ещё кто-то летит. Так, нам нужна перезарядка. Если жить вам вдруг не сладко, то нужна перезарядка. Ребятки, пушки уже бьют. Но здесь вот так, я думаю, надо. Идыш, очень хорошо. Можно ещё разочек. Вот этого бобра. Давайте дирижопель подорвём. Пебеда! Ну что ж, по-моему, по-моему, отлично. Но, может быть, не очень. По-моему, когда отлично, тогда три ящика даёт. А когда два, то типа, ну, чувак, мог бы получше сделать. Чё это так, расслабляешься? Получаем награду. Лорд Бингем, прошу вас ускорить наращивание боевой мощи. Я вас уверяю, всего лишь пять пушек не справятся с армией культа. У меня шесть, ты считать не умеешь. Ах, глупая ты, рыжая женщина. Не волнуйтесь, Элизабет. У нас умелый командор. Новые пулемёты будут готовы к моменту эвакуации. Прошу прощения, что отвлекаю командор. Но мы перехватываем интересные разведданные. Возможно, они будут полезны для вас. Мы нашли секретный военный полигон, захваченный культом. Местные повстанцы говорят, что культ проводит там испытания больших дробовиков. Дробовики? Мы определенно должны захватить этот полигон. Я смогу адаптировать технологию для нашей башни. И вы получите уникальную пушку для предстоящей битвы. Мне кажется, дробовики должны хорошо вот этих летающих сбивать, которые толпой бегают. Ну и, наверное, солдаты. Ну, типа, хороши против, когда враги на массе идут. Каждый завод производит определённый тип... Да, ты мне уже это говорила. Этот завод производит деталь для пулемёта второго уровня. Отправьте деталь себе на базу. За 100 монет мы покупаем эту деталь. И что, она сейчас будет ехать, да, ещё? Ну, не знаю, давайте посмотрим. Вот деталь, типа, приехала. И Виктор, кстати, тоже приехал из своей командировки. И мы теперь можем... Это для осы, да, именно, деталь? Не для этой пушки. Это, я так понимаю, для осы. Да, мы можем за 800 монет и эту деталь улучшить осу до второго уровня. А чё будет-то? Чё изменится? Ну, мне показывают, что этот завод... Давайте, кстати, ещё... А, через 20 секунд откатится. Ну, что я хотел сразу две осы улучшить. А может быть и три сразу. Чё мелочится? Чё мелочится, ребята? Единственное, что сейчас может денег не хватить после моих вот таких вот трат. Ну, сколько стоит? 800, да? Вообще ничего не стоит. Командор, вы должны защитить моих людей и мой груз, пока идёт эвакуация. Хотя я до сих пор нервничаю из-за возможных последствий. Мисс Браун, нет повода для беспокойства. Всё готово к эвакуации. Я лично прослежу за вывозом груза с новыми технологиями. Познакомьтесь с Винсентом. Моим протеже. Протеже. Любовником? Ну, то есть что так, прямо нельзя в глаза-то людям спрашивать. Помощником. Он ответственный за сохранность наших главных разработок. Он даст сигнал, когда эвакуация завершится. Ладно, ладно. Ну, я понял. Эвакуация, короче, туда-сюда. Продержаться в бою назначенное время у нас задание. Я единственное, что хотел, ещё, наверное, парочку ОС улучшить. Волшебник в стороне ОС. А чё так это мигает, как будто нельзя? А, я просто не видел. Я думал, чё, шкала не заполняется. Мне надо было сюда дёрнуть. Всё тут заполняется. На чё тут 10 скорострельность. Скорострельность либо урон. Но здесь даже вот урон, он даже дороже стоит. Видите, 3-4. А скорострельность сколько у нас? Ну, там 10%. Давайте урон качнём. И вот ещё... А нам не хватит, да, чтобы... Нам надо до 70-ки, да, раскачаться. Короче, так сходу-то нахрапом всё не получится. Ну, ладно, я думаю, сейчас не получится. Получится, наверное, тогда в следующей серии. Смотрите, тут синенькие, красненькие башни. Ну, а обо всём этом уже, ребята, в следующей серии. А у меня на этом всё. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok